Во всей России ликвидируют последствия сильных снегопадов. Не обошлось без жертв. Так, в Нижнем Новгороде в результате падения с крыши снежной глыбы погибла проходившая мимо дома женщина. Сейчас следователи выясняют, какая организация обслуживала здание и кто отвечал за уборку снега. В Тольятти при столкновении маршрутки с троллейбусом пострадали 11 человек. Четверо из них госпитализированы, в том числе 12-летний ребенок. По предварительным данным микроавтобус занесло навстречку после того, как его водитель резко затормозил на скользкой дороге. Сложная обстановка сохраняется на столичных трассах. На их расчистку выведено около 18 тысяч единиц спецтехники. Сегодня снег будет идти уже не так интенсивно. Однако москвичей ожидает очередное похолодание до минус 15 в ночные часы. К выходным столбики термометров опустятся еще ниже. Впрочем, дозы байкальских морозов в Москве далеко. В Чите сегодня минус 40. Там отменены занятия в школах. В Южно-Сахалинске из-за метели и низкой видимости закрыт международный аэропорт. Содержаны десятки рейсов. Многие до завтрашнего дня.